Всем привет! Сегодня у нас солнечно, но снег лежит, так прохладно, но солнечно. Давай, покажу работу какую сделаю. Это я сегодня делаю. Непорочные сердца мои. Нам заказали три иконы, а может даже и пять возьмут, а может и четыре, я не знаю сколько. Так что я не знаю как там. Просто даже без рамок на листочке. А куда она, кстати, нашу икону эта женщина отправила? За границу куда-то, да? Да, в Европу. В Европу? А в какой храм не помнишь теперь? Нет. Она где-то за границей от женщины подарила нашу работу. И вот она еще заказала, вот если в воскресенье или в субботу, она выберет из десяти штук там примерно, она выберет там три или четыре, дай бог. Ну, она говорит, я без рам возьму на листочках. Конечно, я буду отправлять бабушке туда за границей. Да, на бабушке там кому-то. Ну, я сказала по триста рублей. Ну, а что теперь и так, слава богу, если возьмут? Ну, нормально. Без рамок, да, просто же на листочке. Вот, и так хоть. Ну, что там у нас сегодня на обед? Так, это я сегодня зиму готовила. Плов тут обычный. У меня нет томат-пасты, не было. Просто морковку порезала одну штучку. Лучок. Бульон куриный курицы, половинку вчерашнюю обделала. Я вчера не делала плов. Я просто курицу отварила и все. Вот. А курицу обделала и рис, и все. Больше у меня ничего не было. Просто как обычно сделала. Ну, хоть так поесть все равно, а то слабоешь. А вот сегодня солнечный. Так, это мой сегодня обед. На завтрак я ела этот. Ой, ризотто ела на завтрак. Эмиль-то уж со мной поел это ризотто. Вот. Кстати, пастица очень дорога, действительно. Вот столько вот грибочков стоит 100 рублей. А тут и видеть-то нечего особо. Это жареный картош. Это Эмиль поднимается, что застал. Если он захочет. Он объелся. Он поехал разговаривать там с этой женщиной. И они в кафе сидели. И она там его угостила. Он там... Что ты там ел Эмиль? Макароны? 300 грамм макарон с подвиткой. 300 грамм пюре с капелькой. 300 грамм макарон с подвиткой. 300 грамм пюре с котлетой, да? Да. Идешь. Ага. Вот. Он объелся. И с утра он еще тоже ел. 3 грамм. А в котлет еще грамм есть. Котлета большая? Да. А это вот селедочки. Я сейчас им порежу. Потому что я... Почусь я... Каждый день у меня, конечно, соблазн, когда я... Ай, честно скажу, у меня каждый день. Вот я когда готовлю им что-нибудь, у меня иногда такой соблазн что-нибудь съесть. Каждый день я это все переживаю, удерживаюсь, не ем. Но соблазн бывает. Иди, Эмиль, я порежу селедку, ты поддержишь камеру. Я вам порежу. Пришлось отменить. Не сделала как все заглючило. Ютуб обновлять начал. Ладно. Отлично. Ружи. Ютуб заглючил. С молокой. Я думала с этим как-то. Я вообще с удовольствием съела кусочек селедки. Я думала с икрой будет. Не будешь картошку-то жареную? Не, я пока не хочу. Селедки. Я не хочу пока есть. Чески. У меня вот такие вот кудряшки, косички. Это от косичек. Я еще не расчесывалась. Я сейчас буду расчесывать и опять косички запутать. Ну, хвост бы вот это давал. Ну, ее резине отдам головку хвост и черный сух. И это отдам. Сейчас я вот это вот слажу. У меня тарелочек нету, я сюда. Ничего, если в черту. Не, не, не. Ничего. Я сейчас маслицем залью и лучку капельку порежу. Ты не будешь против или не надо? Как хочешь, мама. Ты просто так любишь, без всякого есть. Мне абсолютно по барабану. Ну, залить немного маслицем. Ну, залей. Если будет вкуснее, то залей. Хочешь я лучку мелко-мелко порежу? Порежь, порежь. Ну, ладно. Я-то потом порежу. Я все потом. Ну, все. Я чай себе поставила. А я сейчас грибы, хлеб, картошку поел. И чайку черного попил. И на ночь я, наверное, уже это. Я все равно не худею особо, если честно. Ну, ела бы обычную еду. Толку. Это чисто. Я так вот. Для души, я как это. Почусь чисто для души, как это называется. Ворабатывай себе. Силу воли, что ли. Радугу видно немножко в камере. Отблеск. Ну, ладно. Всем пока. Ты радужная. Где? Солнце отдает от камня, а от камней прямо в камеру. И чуть-чуть иногда можно радугу вот сейчас уловить над волосами. Ладно. Всем пока. Ладно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.